Нейрогимнастикой, скорочтением, мнемотехникой и многим другим теперь в совершенстве владеют выпускники школы «Уникум» благодаря благотворительному проекту «Арктическое долголетие». Наталья Дуркина продолжит. Разгадать кроссворд-сканворд-логическую задачу для Ольги Чебуриной проще простого. Ученица еще до прихода на проект не давала мозгу передышку. Теперь же открыла для себя еще больше возможностей. Как еще можно нагрузить свой мозг? Я просто даже о некоторых моментах даже не догадывалась, что вот они существуют. И просто нам Александра Ивановна открыла Америку, можно так сказать. И мне, например, очень интересно, говорят, ну зачем тебе это знать по порядку планеты Солнечной системы? А мне это интересно, и я сейчас это знаю, благодаря опять же занятиям. Потом 15 морей омывают нашу Россию. Мы все ли мы знаем моря? А сейчас мы знаем их все, и причем в определенном порядке. Понимаете? Вот такие вещи, это вот то, что новое для меня было. Месяц обучения пролетел слишком быстро. Участница проекта «Арктическое долголетие» готова и дальше продолжать развиваться. В таком коллективе вот пообщаться, побывать, это очень здорово. И вот если бы это было круглый год, вот учебный год, был бы просто замечательно. И класс бы побольше сделать. Ну настоящий класс. Я думаю, желающих найдется немало. Под впечатлением от занятий осталась и Людмила Лаптандер. Поначалу была сложно, признается женщина. Однако после пары уроков влилась в работу. Я всегда выхожу отсюда такая восторженная. Я всем своим знакомым об этом рассказываю. И, конечно, люди тоже загораются, что да, тоже хотелось бы в такой школе. Но вот посмотрим, может быть, в сентябре действительно занятия откроются. И желающие. Но я просто желаю, мое пожелание всем нашим пенсионерам, кто имеет достаточно свободного времени и хочет этим заниматься, приходите сюда. Потому что здесь очень много полезного для своего здоровья, для своего мозга, так скажем. Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. Как в настоящей школе, участницы проекта получают домашние задания и оценки. Каждое занятие начинается с нейрогимнастики. При помощи рук делают, на первый взгляд, простейшие упражнения, подключая скороговорки. Затем развивают моторику, подбрасывая мячи. Следом раскрашивают различные картинки сразу двумя руками. Всего же в арсенале преподавателя более 30 различных упражнений. Этот проект, он должен быть для людей бесплатным, благотворительным, потому что это в основном пенсионер. Я, конечно, такие проекты и для детей провожу, но там родители имеют возможность оплачивать, а пенсионерам это сложнее сделать. А польза очень большая. Люди прямо, они вот совсем другими ко мне пришли. Я на глазах вижу, как они меняются. Появляется и радость жизни, и вот общение. И действительно, они понимают, делая упражнения, что не все еще потеряно, еще все можно восстановить. Благотворительный проект «Арктическое долголетие» Александра Калинина вынашивала много лет. Проходила обучение и писала программы. В прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой проект не был запущен. И как только были сняты ограничения, школа распахнула свои двери для взрослых учениц. Этот проект направлен на развитие памяти. Различными методами, эйдетикой, мнемотехникой, различными приемами мы развиваем память. Нейрозарядка у нас проходит, полушария мозга, оба полушария мозга развиваем, левой и правой рукой рисуем. Более 30 упражнений различных, логические задачи решаем, потому что мозг – это очень важный орган. Как только начинает стареть мозг, стареть начинает человек. И как только начинают образовываться новые нейронные связи, человек молодеет. По завершению курсов выпускницы получают сертификат. На этом Александра Калинина останавливаться не намерена. В планах у руководителя – продолжение благотворительного проекта. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.